Эстетика в разрезе с Ольгой Засеевой Елена Карпова, доктор медицинских наук, пластический хирург, профессор кафедры кожных болезней и косметологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Елена Ивановна, я очень рада, что у нас получилась такая возможность с вами пообщаться Вы для меня человек-оркестр, и я сейчас объясню почему Вот в моем представлении есть такая бурная река, как хирургия, пластическая хирургия, эстетическая, скажем, эстетическая хирургия Будем говорить про эстетическую И есть такая бурная река, вернее, были такие бурные реки, как эстетическая косметология И они, в общем, были достаточно далеки, можно даже сказать, что они были на разных континентах И вот они собирались, собирались, собирались и стали в таких, в один мощный поток Который стал эстетической медициной, которая включает в себя и эстетическую хирургию, и эстетическую косметологию И мне это очень нравится, потому что вот то, чему учат в медицинском институте, клиническому мышлению Каким-то образом стало сейчас внедряться в голову эстетического, доктора эстетического специалиста То есть не просто вот припудрить, а действительно подойти комплексно к решению эстетической проблемы гармонизации Вы пластический хирург, сейчас очень много работаете и обучаете именно врачей эстетической медицины, которые не являются хирургами Вот расскажите, пожалуйста, как это случилось с вашей точки зрения Это, безусловно, мне кажется, положительное направление Конечно, мы потеряли каких-то специалистов, которые оказались без высшего медицинского образования Но, тем не менее, я хочу сказать, что мне кажется, в целом направление эстетической медицины приобрело очень много Потому что это такая хорошая, полноценная клиническая дисциплина, которая, мне кажется, будет мощно развиваться Все же всегда предопределено свыше Конечно, прежде всего, я была пластическим хирургом Изначально челюстно-лицевой, потом очень активно пластическая хирургия И я работала в институте на Ольховке, где у нас план был 10 операций в день И понятно, что ни о какой косметологии, эстетике даже не было разговора Это был большой поток И, наверное, помните всю историю с Пушкиной, да? Когда вот это пересечение эстетики, когда врач уже, так скажем, косметолог Не может решить проблему, потому что она уже становится хирургической И вот именно, наверное, вот с этого и началось моё, наверное, синтез Между косметологией и пластической хирургией То есть мы её консультировали И так как был поднят очень большой шум, то в институт наш пошли такие осложнения Тем более, что наш институт заявил перед Минздравом, что они берут на себя осложнения И вот волею судьбы мне пришлось возглавить, так называемая у нас была группа Которая занималась как раз имплантационными материалами, такими осложнениями И анализируя эти осложнения, понятно, что был какой-то выход, рекомендации И в первую очередь это были рекомендации для косметологов И, конечно, пластический хирург, у него чуть больше возможностей, чуть больше понимания И вот волею судьбы я так заняла эту нишу, получилось То есть пластические хирурги заниматься, ну как бы косметологией Ну в своё время было это мелко Для косметологов те проблемы, которые возникали, они были выше их возможностей И вот на этом стыке, как бы вот эта ниша, не потому что я хотела её занять Но вот волею судьбы уже сколько получается, лет 15 я занимаюсь этой проблемой И оказалось, что эта проблема на сегодняшний день архиактуальна Архи! Во-первых, количество осложнений растёт, потому что очень востребована эстетическая медицина как таковая У нас появилось большое количество пластических хирургов И опять же, вот я всё время люблю молодёжь Но молодёжь перестала гнушаться, заниматься эстетикой То есть не только пластическая хирургия Типа я там хирург и всё, я больше ничем не буду заниматься Для меня всё остальное это ниже моего достоинства Нет То есть мы, как бы, ну большая часть пластических хирургов на сегодняшний день Занимается и косметологией в том числе Потому что это ещё некоторые возможности Кстати, после пластической хирургии И такой доклад у нас будет с вами Это возможности косметологии в пластической хирургии Когда сам пластический хирург может какие-то доработать шероховатости И сейчас это очень активно идёт после ринопластики После операции в области лица И врождённая патология в том числе об этом подумала Потому что без каких-то косметологических подходов Мы не можем получить вот такой полный лоск То есть вот это вот ещё та вишенка на тортике Которая позволяет получить красивое лицо Я говорю сейчас про лицо, потому что это мой конёк Потому что качество кожи Это всегда играет операция Вы можете сделать прекрасную операцию Но если кожа вялая, тусклая, не играет И поэтому, конечно, сейчас это хорошее дополнение Ну и вы посмотрите, что творится сейчас у нас тоже Ведь многие дерматологи Которые как бы понимают Что не хватает вот этих каких-то возможностей хирургии Они же идут учиться в пластических хирургов Потому что их полёт, их уровень такой, что они хотят Понятно, что они не будут там заниматься реконструктивной хирургией Но вот какие-то такие эстетические приёмы, которые хирургические Они их себе берут и внедряют их Поэтому вот таким образом, я вам больше скажу И второй факт, наверное, был, который мне Как бы меня сподвиг на занятия косметологией Мне одна из моих пациентов очень-очень давно сказала Елена Ивановна, я что-то не понимаю Ну вы оперируете, а что вы мне губы не уколите? Я говорю, ну как бы у нас есть Я хочу вас, я хочу всё в одних руках И вот здесь диктует действительно пациент Пациент хочет получить услугу в одних руках От и до Поэтому, ну вот да, вот такое слияние сейчас идёт И с волей судьбы я оказалась вот в этом тренде В центре Возглавила, я бы сказала Эстетика в разрезе Это действительно очень интересное направление Наверное, достаточно редкое для медицины Потому что я как терапевт с трудом могу себе представить Что ко мне придёт пациент И будет что-то мне навязывать Не то чтобы навязывать Диктовать Диктовать, да, руководить Ну и какую-то, так сказать, выбрать схему лечения В этом отношении для меня, конечно, это была вот дичь дикая Эстетическая медицина Потому что действительно здесь рулит пациент Он выбирает доктора Он к этому доктору либо привязывается и ходит Либо он меняет доктора И он доктору навязывает, что он как бы Как он видит красоту И свою красоту Потому что, конечно, вот эти утиные губы И вот эта вся Все эти метаморфозы, которые происходят с нашими красавицами Конечно, это перегибы, скажем Да, это диктат пациента И это очень сложно Потому что врач должен быть где-то на грани Особенно, если мы говорим про эстетику Да, это же мы не говорим про здоровье То есть врач должен как-то понять эстетические запросы пациента И попытаться их удовлетворить Не нарушив, скажем так, биологического функционирования И тканей, и, так сказать, в общем организме Я хочу сказать, что вот был интересный такой опыт в Америке Когда они говорят, что вот приходили на тусовку Приходили буржуазные общества И которые имели возможность сделать пластическую операцию И все они были натянуты И был такой термин пергаментные лица И как раз это, возвращаясь к вашей теме Я помню в 2000 году, когда приезжал Томас Бикс И читал лекцию по омолаживающим операциям на лице Он сказал, вы знаете, самый важный вопрос Который я хочу вам осветить Вы должны кожу подготовить Ну, конечно, наши все хирурги зашикали Скали, ой, вот это так долго, это все А вот сейчас то, о чем вы говорите Абсолютно правильно Потому что натянуть кожу пергаментную Это будет один результат Это будет маска А сделать, условно, перемещение кожи Которая напитана Которая, так сказать, жизнеспособна Это совсем другой результат То есть у тебя натянутый вид будет Но если у тебя кожа, как вы правильно сказали Не молодая То результата никакого не будет Поэтому мы к этому пришли вот достаточно Ну, чуть позже мы пришли Это после тех ошибок Которые были сделаны нашими Американскими и европейскими коллегами Ну, вернее, не ошибок, а поиск такой Поэтому возможности косметологии Ведь стали больше Давайте даже на, так скажем На протяжении нашей жизни Ведь косметология сделала колоссальные шаги Слушайте, это даже невозможно Космос Что у нас было в косметологии? У нас были масочки Массажики Массажики И силикон, да Которые, ну, как бы использовали Ну, там какие-то масла И посмотрите, какие сейчас возможности Слушайте, это целая наука Если ты не будешь врачом, да С определенным уровнем знаний Возможно, это как компьютеры, да Там десятого поколения, второго поколения Если твой компьютер в голове Не будет последнего поколения Ты даже, в принципе, не сможешь Овладеть теми технологиями Которые есть сегодня на рынке Это точно даже И, конечно, это приоритет И прерогатива врача Кстати, вот Утиные губы и прочее Это как раз отличает врача От неврача Я даже не говорю Имеет человек Медицинское образование Не имеет Но вот эта культура врача И поверьте мне Что эту культуру врач прививает своим пациентам И у меня были случаи Когда у меня уже выросли дочки Мам, которые ко мне приходили Они уже сами пользуются услугами косметологии И когда они тоже показывали мне Вот это чересчур Мы с ними обсуждали Мы находили ту золотую серединку Потому что понятно Если я скажу нет Она уйдет и не сделает Ну, как бы там ни было Это коммерческий проект Все равно, да И мы тоже зависим От того, какое количество у нас пациентов Но найти этот баланс Это как раз интеллект доктора И поэтому у хорошего доктора Не будет утиных губ Все будет очень корректно Ну, может быть, чуть-чуть вызывающе Если уж так хочет пациент Но все равно это будет очень красиво А в плане того Запрос пациента от врача Давайте вспомним Вообще хирургия А уж тем более, мне кажется И пластическая хирургия В том числе Она произошла от цирюльников Цирюльники И когда там начинают Пластические хирурги Загибать пальчики Я говорю Ну, вы не забывайте Вы всегда были обслуживающим персоналом Потому что это были цирюльники Вот Да, к сожалению Это вот так На сегодняшний день Пластическая хирургия Всегда во всем мире То есть выбирает пациент Эстетика в разрезе Это то, что мне не нравилось Что у нас всегда медицина была Почему-то в секторе Обслуживающего персонала Но я хочу сказать Что действительно Вы абсолютно правильно сказали Сегодня врач должен обладать Таким количеством знаний Причем новых технологий Которые, безусловно Ну, ни один цирюльник Навряд ли это сможет Сможет освоить Потому что здесь нужны знания И химии И физики И физики Биологии Я не знаю Сейчас вот эти метаболические А математика Слушайте, соотношение Там 1,62 и прочее Да То есть тут должен быть целый Действительно такой четкий Современный бортовой компьютер Который должен выдавать тебе протокол Который подходит именно для этого пациента Да И мне кажется Пластическая хирургия Вообще Если взять целиком медицину Пожалуй, самое сложное Из всех аспектов медицины Потому что оно все время идет на стыке На стыке разных специальностей Начиная от терапии Потому что пациент идет на хирургию И если обычный хирург К нему идет пациент К нам идет клиент Если там заведомо идет С какой-то патологией К нам условно идет здоровый человек И вот эти вот стык знаний От анестезиологии и терапии Заканчивая хирургию И возможностями косметологии Конечно, это вот Мне кажется Одна из самых сложных специальностей И многие, кто идут В пластическую хирургию Молодежь И говорят о том Что ну я там научусь Немножечко веки делать И хорошо Недостаточно Даже сделать веки Но так много знать И тоже на стыке специальностей Поэтому это одна Из самых сложных специальностей Это правда Эстетика в разрезе Лена, а скажите тогда, пожалуйста Вот с вашей точки зрения Три прорывных технологий Которые случились В эстетической медицине 21 века И случится ли когда-нибудь Такое, чтобы эти технологии Заменили хирургию? Интересный, конечно, вопрос Да, такие технологии Не буду брать хирургию Буду брать эстетику И действительно Вы посмотрите Ведь на моей памяти Когда я начинала Пластическим хирургом У нас оперировались К 50-летию А сейчас И в 60 еще Можно подождать Конечно Это с появлением Я считаю Это все-таки Радиочастотные технологии Которые позволяют Сокращать кожный лоскут Вот Это Достаточно щадящие Но при этом Эффективные Лазерные технологии Ну фракционные лазеры Как бы разного направления Вот И все-таки Появление препаратов Которые улучшают Структуру кожи Ведь у нас Такого выбора Не было Как сейчас Вот Поэтому можно Для каждого пациента Подобрать Разные препараты Сказать, что Заменит хирургию Ну, наверное Если когда Кто-нибудь Найдет ту волшебную Таблетку Когда мы отменим Старость Ну, наверное, да А так нет Хирурги не останутся Без работы Нет, не останутся Чуть немножко Сдвигается Может быть Ну, с другой стороны У нас появляются И в хирургии Какие-то новые Я бы сказала Операции Которые гармонизируют Лицо Это ведь не только Старость Правда? Это еще и вообще Гармонизация лица Поэтому Ну, в хирурге Все-таки будут С работой Всегда Возраст пациента Он как-то изменился Скажем так Вот когда вы Начинали работать И сейчас Да, конечно Слушайте, ну раньше Если дочка Приводила маму То это было понятно Что это мама А сейчас Когда приходит Дочка с мамой Опять же был прием Слушайте, ну они Как две подружки Да, конечно Конечно Ну и культура изменилась Люди стали заниматься Своим здоровьем Стали заниматься Своей фигурой Вот И, конечно Эта культура Она отражается И во внешнем виде Ну плюс, конечно же Косметология Я даже ради интереса Вот возьмите Актеров Ну вот Те старые фильмы Да, когда Говорят там Тридцать лет Слушайте У них в тридцать лет Выглядят как наши Сейчас в пятьдесят Да, то есть Еще даже лучше Чем они в тридцать Ну это, конечно Достижение Как бы Ну пластической хирургии Косметологии В том числе Эстетика в разрезе Вы первый раз На Московый Брестмитинг Или вы уже были Вот какое у вас Впечатление Ну у меня Вообще От ваших мероприятий Хорошие впечатления всегда Показатель Полный зал То есть Можно мне не комментировать Что это действительно интересно Есть повторение Чего-то старого Классики Я бы сказала Что очень важно Потому что Молодежь Которая приходит Она должна знать Классику Да И это прекрасно Мы иногда Сами ее забываем С удовольствием Слушаем Наших авторитетных Спикеров Есть какие-то Новые тенденции И вот Полный зал И та тишина Как слушают Это говорит о том Что Действительно Очень интересный Конгресс И есть Что почерпнуть Как тот Кто уже давно Практикует Так и есть Чему начать Учиться Тот Кто начинает Только работать Да я тоже Очень рада Потому что Опять-таки Ковидная ситуация И ситуация Которая Вот возникла С ограничением Передвижений Дала возможность Нам Активно Подключить К мероприятию Наших Наших героев Наших коллег И я хочу сказать Если раньше Они очень Стеснялись Это все говорят Ну что же у вас Такая стеснительная Аудитория То сейчас Они охотно Очень идут Оперируют Показывают Свои сложные Случаи Доказывают Какие-то Свои наработки И я считаю Что это здорово Потому что Тот Тот Факт Как вот вы сказали Что иностранцы Сидят В аудитории И тоже не хотят Уходить А хотят слушать То что Презентуют Наши доктора Это тоже Говорит о многом О том что Все таки мы На достаточно Высоком уровне Который интересен Для них Ну он не только На высокий Этот уровень Потому что В общем-то Хирургия В России Всегда была На высоком уровне Но еще И умение Подавать Материал Не секрет Что иностранцы Очень много Нам показывают Действительно Прекрасных Результатов И всякие Нюансы Ну это еще Надо через строчку Прочитать Услышать И вообще Или даже Не услышать Отличие Наверное Наших докладчиков Они готовы Вам все Показать Все рассказать Все тонкости Вот Вот эта Открытость Ну вообще Это наверное Характерно Для человека Так скажем Русского Или России Я не знаю Как здесь сказать Когда готовы Отдать Вот И эти доклады Этим еще и ценны Что мы Получаем Именно информацию А не просто результаты Эстетика В разрезе Лена Ивановна Вы очень много Уделяете времени Обучению молодежи Вот скажите мне Пожалуйста Вы конкуренции Не боитесь Не нужно Такого количества А я вот знаете Сегодня отметила Как раз отметила Такую закономерность И мне очень приятно Потому что я тоже Когда-то была молодой Да И в пластической хирургии Ну в косметологии Это было чуть меньше Потому что она так активно Начала в последнее время А в пластической хирургии Все-таки была Такая тенденция Когда опытные хирурги Давили молодежь Да И каждый выходил Я помню Как меня трусило Так же Когда я выходила Потому что Там могли Действительно Тебя там Я не беру Только пластическую хирургию Я начинала Как раз Челюстно-лицевое Это была Поврожденной патологии Вот была какая-то тенденция Давили Какая-то дедовщина Мне кажется Может быть Действительно Меняется время Может быть Меняется отношение Мне кажется Вообще Вот ковид Действительно Немножко поменял В нашем сознании Мы стали более терпимые Вот И вот сегодня Сегодняшняя конференция Показала Посмотрите Во-первых Какая хорошая молодежь Конечно Она есть разная Но вот сегодня Выступали Такие замечательные Вдумчивые Я сказала Тоже дерзкие Но Посмотрите Какая поддержка Со стороны Такого Преподавательского Я бы сказала Со стороны Профессуры То есть Они поддерживали Они говорили Да Ты молодец Так здорово Слушайте Ведь такого не было Еще 15 лет назад Поэтому Я считаю Да Отношение Вот это Я называю Это преемственность Это очень важно Вот эта преемственность Появилась Когда Старшее поколение Готово передавать Младшему И вот мы сегодня сидели Увидели женсовет И мы рассказывали о том Что мы готовы Мы отдаем Говорим Но не каждый готов взять Все разные Но ведь это действительно так И это здорово То есть Мы хотим Иметь учеников И мы не видим В них конкурентов Потому что Ну я не знаю Что-то вот произошло В головах В космосе В мире Эстетика в разрезе С Ольгой Засимой Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»